Майо ТВ. Творческие встречи с интересными людьми. Онлайн-трансляции музыкальных концертов. Онлайн-трансляции спортивных соревнований. Эксклюзивное интервью со звездами. Майо ТВ. Добрый вечер, вы смотрите Майо ТВ. Меня зовут Дарья Плотник. Это рубрика «Будь в топе». Все самое интересное и полезное из сети. Выбирая тему для сегодняшней программы, я не стала изучать социальные сети, просматривать сотни видео с Ютуба или сидеть на форумах. Мне захотелось поговорить о том, что каждый из нас видит ежедневно из окон квартиры или по дороге на работу, а потом спешит этим поделиться в интернете. Конечно же, мне хочется поговорить о нашем общем доме, о самом лучшем городе на Земле, о Тюмени. И для начала давайте посмотрим небольшую видеозарисовку. Майо ТВ. Рассуждать о красотах нашего города и о его месте в интернете мы будем с администратором группы «Я люблю Тюмень» ВКонтакте, фотографом Максимом Слуцким. Макс, привет. Привет, Даша. На самом деле у Макса очень много разных регалий, но вот он попросил меня представить именно так, администратор группы «Я люблю Тюмень». Макс, скажи, откуда вообще такая патриотичная и безапелляционная любовь к нашему городу? Ты знаешь, Даша, я не так давно живу в городе Тюмени, и когда еще только собирался приехать в этот город, я как-то изучал его, смотрел, пытался найти в интернете какую-то информацию о городе, найти какие-то фотографии, видео. Это было лет пять назад, и сложность была в том, что в принципе все видео и фотографии ограничивались какими-то 90-ми годами, там буквально отдельные какие-то карточки, и понять, какой этот город сейчас, было просто невозможно. Соответственно, когда я перебрался уже в этот город, начал здесь заниматься своими делами, познакомился с администраторами паблика «Я люблю Тюмень» с его основателем Стасом. Это парень из Сургута, когда он приехал учиться в Тюмень, в нефтегазовый университет. Ему пришла идея создать такой паблик, группу «Я люблю Тюмень», которую создали просто студенты, просто для каких-то своих личных нужд, чтобы знакомиться, общаться друг с другом, и не думали, что это получит в принципе какое-то развитие. Сейчас паблик насчитывает уже более 30 тысяч человек, ну ни много, ни мало. В принципе, есть группы, которые там по миллиону человек с соответствующим контентом. Наша группа посвящена городу, посвящена активным, думающим, креативным, творческим людям. И самое главное, что она дает возможность, как ты уже сказала, выглянуть из окна, увидеть что-то красивое, интересное, сфотографировать на мобильный телефон и тут же поделиться этим со своими друзьями. Ну давай, наверное, уже посмотрим. Я вот вижу, у тебя открыта как раз страница. Что из себя представляет эта группа и чем заполнено? В шапке группы находятся все наши друзья, то есть наша группа отличается от других тем, что вообще в принципе в интернете есть такая тенденция как бы делать репосты, то есть брать какие-то новости с других сайтов, порталов, публиковать у себя, за счет этого создавать какой-то свой контент, выдавать это за свой контент, что называется плагиатом. Мы эту проблему решили легко, ну как бы те же самые посетители и участники нашей группы тоже нередко предлагают новости из других ресурсов. Мы отрисовали красивый, как мы его называли, шаблонизатор. Значит, подбираем, подобрали красивую картинку для каждого сайта, с которого предлагается новость. И сейчас у нас новости выходят в таком формате, когда, допустим, новость приходит с сайта, там, Тюмикс, там, 72.ру или еще откуда-то. Или с моего портала. С моего портала, да. Она как бы соответственно оформляется. Ну, вот на примере, да. То есть указан сайт, откуда взята новость, указано название нашего паблика, группы «Я люблю теми», заголовок и лид. Лид – это короткий абзац, который содержит суть новости, да? Короткую, емкую информацию о сути новости, да. Если человеку интересна эта новость, он переходит уже непосредственно на сайт, с которого взято короткое описание новости. Для людей, которым не очень интересны новости, вот что они могут здесь для себя найти? Ну, абсолютно все. То есть в пабликах, вообще в группах, ВКонтакте, на Фейсбуке и так далее. Для этого они и создаются, чтобы там выкладывался не только вот узкий какой-то профиль новостей, чтобы человек мог в принципе реализоваться в любой области. То есть есть обязательно вкладки какие-то, отдельные созданные альбомы для фотографий, где там выкладываются просто что-то смешное, интересное. Там демотиваторы какие-то, смешные, забавные картинки. Есть целое направление, например, у нас параллельный тюмень называется. То есть какие-то в фотошопе дорисованные к пейзажам города. Это, ну, порой нелепости, но они достаточно забавные. При этом достаточно много выкладывается людьми видеороликов, да, то есть проводятся... Свои, да? Просто любой человек может взять что-нибудь, снять и... Абсолютно точно. То есть периодически проводятся какими-то активистами города Тюмени некоммерческие мероприятия, которые мы с удовольствием поддерживаем, когда проводятся какие-то флешмобы, запуски там вот фонариков были эти зимой проходили, там день поцелуев, день вот вальс, танцевали на набережной. Со всего этого дела снимается видео, мы снимаем все своими силами, насколько это можем. Если кто-то сам снимает, предлагает видео, без проблем, площадка для этого есть. Давай что-нибудь посмотрим, наверное, вот из того, что ты перечислял, и потом еще обсудим это. Ну, как раз видео, в общем-то, с вальса на набережной. Вальс выпускников можно посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, я помню, это достаточно интересное мероприятие, которое в прошлом году было впервые проведено в Тюмени. И вот сейчас я смотрела, там, наверное, задействовано человек, ну, 300, если не больше, да? Вот выпускников, и тех, кто это все организовывал. Вот как ты думаешь, вот когда это видео появилось в сети и конкретно в группе, насколько был резонанс большой? То есть вот все эти 300 человек лайкнули, сделали репост? Так вообще всегда бывает? Ну, как правило, да. То есть для этого мероприятия такие происходят. И как бы здесь есть, ну, как бы интернет-порталы, интернет-группы, они выгодно отличаются, допустим, от того же привычного, привычного понимания телевидения тем, что если прошел у вас флешмоб в городе, да, там, танцы на набережной, показали по телевидению все. Здесь вы можете, в принципе, взять это видео, отправить маме, сделать репост в свою собственную группу, отправить еще куда-то. И, как правило, такие мероприятия, если, допустим, в нем приняло 300 человек, они набирают по просмотрам гораздо более этих 300. Может быть, там, 10 тысяч, может быть, полмиллиона просмотров, может быть, очень много лайков и репостов. Здорово. Ну, что, я думаю, что всем нужно немедленно после просмотра этой рубрики бежать в ВКонтакте, искать эту группу. Ну, если кто-то еще не знает, не… Почему обязательно нашу? Дело в том, что просто, в принципе, любой человек может создавать свои группы и давать возможность людям реализоваться там. То есть мы просто показываем это на примере конкретно нашей группы, но не обязательно делать. Группа зажимается и начинает получать какие-то ограничения, когда она становится коммерческой, когда там появляется реклама, какие-то деньги, когда это все происходит от души, и просто для, в нашем случае, для любимого города, туда люди и без рекламы заходят. Вот мне еще интересно у тебя спросить, как у фотографа, профессионального фотографа, как ты относишься к тому, что очень много людей фотографирует много Тюмени, не Тюмени, себя, себя в зеркало, вот Инстаграм, который заполонил интернет. Как ты думаешь, вот этому всему тоже есть место? Или это должно быть отдельное какое-то место? Или вообще не должно быть этого? Ну нет, почему? В принципе, реализовать это можно по-разному. Например, у нас сделаны просто альбомы, где люди могут добавлять любые фотографии, которые проходят модерацию администраторами, да, и администраторы уже отбирают, что из этого достойно от того, чтобы вот его увидели 30 тысяч человек, а что лучше как бы вообще снять с публикации. С Инстаграмом мы периодически, у нас опять же есть для этого определенная рубрика, где выкладываются периодически фотографии. Ну и насколько я понимаю, не только группа ограничивается деятельность, да, то есть люди выложили фоточки в интернет и… Сейчас уже да, то есть если изначально, допустим, те же самые группы создавались для того, чтобы привлечь людей в интернет, вот в этот, создать с помощью этих людей, собственно говоря, нужный им контент, то сейчас концепция несколько изменилась. То есть люди, которые уже есть в группе, создаются определенные мероприятия, чтобы вывести этих людей из-за компьютеров, чтобы выйти на улицу, провести какую-то акцию, там, не знаю, любую абсолютно, походить по городу, по ночному пофотографировать, как я, например, периодически делаю, провести флешмоб, акцию памяти, еще что-то, еще что-то. То есть немножко вот как бы сама идея, она себя переросла и вылилась в несколько другую уже. Хорошо, спасибо большое тебе за интересную беседу. Было очень интересно, было очень познавательно. Будьте активными, будьте в топе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok